Учился я очень много И не является силой Знаете выражение Знание сила Знание больше не сила Почему? Потому что любое знание Она доступна Как говорится, гуглить надо И все вы находите И все это известно Преимущество сегодня Не в том, что вы знаете Или знаете, где добыть Это знание А преимущество в том, что Вы это знание пропустили через себя Попробовали Использовали И это стало частью вашего я То есть по большому через это знание Используя их на практике Вы развиваетесь Как было в средние века Как имя Розы Доступ к сокровенным знаниям Больше не является преимуществом То, что вы сами пережили Вот с этим об этом я хочу поделиться Я работаю в компании Катерпиллер Как Александр уже сказал Уже много лет Страшно даже скакаться 25 лет работаю в этой компании По большому счету Единственная компания Единственный мой работодатель Опыт, который я хочу сегодня рассказать Как здесь сказано Опыт Это трансформации В разрезе людей И опыт мой личный Как часть этой компании А эта компания глобальная Как эта глобальная компания Пыталась трансформировать себя здесь Локализовать здесь себя И опыт на самом деле относится Я работал в разных функциях В нашей компании Опыт Конкретно в одном предприятии Это производственное предприятие В котором я работал Это предприятие называется Завод Катерпиллер Тосна Под Санкт-Петербургом Примерно 40,5 метров По московскому тракту Мы там работаем уже давно И знаем, что такое здесь работать И мой опыт Именно связан с этим История, которая я хочу Связана с этим предприятием История вот о чем Когда мы начинали А мы производим в России Больше 20 лет уже Конкретно в Тосна Это новый завод Гринфилл, как говорится Мы его запустили в 2000 году История трансформации заключается в следующем Как взять вот завод Который вначале Ничем не отличался от других российских заводов Кроме того, что оборудование новое А так люди те же самые Руководители те же самые И поверьте мне Проблемы те же самые Кто работал в производстве Знают, что за проблемы там обычно Вот Большие проблемы Как сделать обычный завод Российский завод Новый, правда Но Сделать его заводом мирового уровня Эта трансформация была долгой Как прийти от обычного завода К заводу высокого уровня К мирового класса В наших условиях Где наши люди работают И самое интересное Там нет ни одного экспата Все руководители наши Вот как это сделать Непросто, небыстро Вот Почти 10 лет Мы проходили через трансформацию И на самом деле Эта трансформация никогда не заканчивается Так вот Глава первая В моей истории Трансформация Трансформация на самом деле Только может происходить Через Культуру Потому что в первую очередь Трансформация культуры Она может происходить Только через вовлечение людей Анна уже говорила Насколько это важно Увлечь всех Целью единой И всех вовлечь в это дело Потому что если этого не сделать Как было сказано Трансформация не состоится Она будет По большому провалиться Потому что вы должны людей вовлекать А это очень тяжело Тяжело вовлечь Только когда всего несколько человек А представьте себе Когда на заводе Почти тысяч человек работает Но больше того Во всем Катерпиллер работает Сотни тысяч человек Наши дилеры Там 180 тысяч человек Как сделать так Чтобы эти люди Все были увлечены Одной идеей А это В нашем случае Это в стремлении К совершенству Где это лучше Качественнее Своевременнее И дешевле Чем Кто-нибудь другой Вот ваша цель Как этому сделать так Чтобы все были увлечены Этой идеей Вознагражать надо Отмечать хорошую работу Конечно надо Правильно Дисциплина тоже важна Очень важна Вот Коммуникация Обратная связь Конечно Обучать развивать всех На всех уровнях Конечно Вовлекать процесс В постоянное совершенствование Это немножко может быть Для нашего уха Не знакомо Но Это очень важный момент Многие об этом знают И честность открыться Даже когда Это не совсем приятно Вашим контрагентам Вашим слушателям Все понятно Вот во всем этом деле Я хотел бы поделиться Вот с двумя самородками знаний Которые я через себя пережил Во всем этом Очень важно является Постоянство Это не компонейшены Это надо этим заниматься Нудно Каждый день Каждый час Долго Чтоб культура поменялась Культуру людей Вот так поменять невозможно Что бы вам кто-нибудь Там не говорил Это долгий процесс Это первое Это нудная Долгая Кропотливая работа Об этом мы поговорим Второе По крайней мере В производстве Что важно Это Для трансформации культуры Это Мастера и бригадиры Это то что Вот для себя я познал Почему мастера и бригадиры Я расскажу Вот Мастера и бригадиры Это вторая глава Моей истории И здесь будет Вот сопутствующая Мы говорили о глобализации Локализации Иногда Чтобы локализоваться Глобальной компанией Как Катерпиллер Нужно И необходимо Бывает Чтобы надо Глобализовать Локально Я объясню Что это такое Потому что Особенно в нашей стране Во многих странах Уже Глобализация Некоторым смыслом Ругательным словом Становится Правильно И приходить Здесь говорить Вот так мы делаем На западе Вот так мы делаем Глобальная компания И вам тоже Надо не учиться Надо так делать Так не проходит Надо по-другому Надо показать Другие примеры Надо брать Какие-то локальные примеры И их приносить Это имеет больше Действенность Это как бы Еще один урок Который я Из этого извлек Как к мысли По поводу Мастеров-бригадеров Я пришел У отца моего Мой отец воевал Вот Прошел войну Закончил Будапеште войну Вот И был Увлекался Как и все они Увлекался Вот Военной темой У него билотека была Вот у него была Биография Жукова Я прочитал Интересно Кстати Его судьба Конечно Многие знают об этом Он на самом деле Участвовал В двух войнах Он воевал В первой войне Еще в мировой В качестве унтер-офицера Российской армии Он был унтер-офицером Но потом уже пошел И в вторую мировую войну В Великой Отечественной Он был уж конечно Полководцем Величайшим полководцем Так он рассказывает Про свой опыт Уже еще в царской армии Что унтер-офицеры Были на самом деле Самым большим ключом Главным ключом К успеху любой армии Всегда Возьмите любую армию Во всем мире Любой момент истории Сержанты Унтер-офицеры Были ключом Потому что Они занимались тем Что обучали солдат Занимались тем Что решали проблемы солдат Занимались тем Что на самом деле Их ввели бой Когда нужно было ввести Вот Они были ключом И Меня тут мысль осенила Что Мастера и бригады Производства Тоже являются Если хочешь Сержантами производства Почему Потому что Я как руководитель Как завода У нас требуется И в принципе Это такая хорошая потребность Я ходил в цех По заводу Каждый день По несколько раз Директор по производству Ходит еще больше Другие люди Ходят еще больше Но То Те кто В постоянном контакте С родовыми сотрудниками Это мастера и бригадир Каждый день Каждый час Если хотят Каждую минуту Кто больше влияет На их Мораль На их Вовлеченность Я или Мастер и бригадир Конечно он И задача Трансформационная Была такая Как вовлечь Этих людей Как завоевать Этих людей Мастеров Бригадиров Которые Вместо того Чтобы относиться К своим Сотрудникам Своей команде Ну как Я команду Вы делаете Очень часто же так Правильно Вот я даю команду Я начальник Вы должны исполнять Правильно Как сделать так Чтобы они Прислушивались Относились Своим сотрудникам Как своим Если хоть Собственным детям Разговаривали с ними Слушали их Вовлекали Приходишь к ним Говоришь Вот так Надо бы вот так Ну они конечно говорят Да хорошо Но читаешь Межсрок Что они говорят Слушай Это твои западные штучки Не надо здесь У нас Россия Мы по другому работаем Не надо Вот ваши Американские штучки Здесь Вот Мы сами умные И этот большой скепсис С этим очень тяжело Бороться Вот И Боролись Как могли Но Вот Я в это время Наткнулся На еще одну книгу Многим Эта книга Знакома Искусство войны Вот Эта книга Которая Говорят Написана Где-то Две с половиной Тысячи лет Тому назад В Китае Не в Америке Не на Западе В Китае Не сегодня Тогда Две с пилот Эта книга Вот написано Что она О войне На самом деле Книга Это о победе Как добиться победы На самом деле В первую очередь Как избежать конфликта Если кто читает Книга Не очень Кстати Длинная Как избежать конфликта Если невозможно Избежать Как побеждать В этом конфликте И На самом деле В конце концов Это книга Об искусстве Управления И лидерства Тунцу Описывает Некоторые концепции Которые Насколько современные Сегодня Как методы Дисциплины Если почитать Выстраивание В армии Это соответствующий порядок Это организация Деление по рангам Это структура управления Содержание дорог Это логистика Контроль военных издержек Вот Контроль над расходами Бюджетирование Если хотите Современные наши понятия Еще оттуда Еще он говорит Про дисциплины Стандарты Где основная мысль Следующая Что Нельзя требовать От индивидуального Невозможного Человека Невозможного Надо сделать так Чтобы использовать Коллективную силу В этом сила И таких примеров В мире Этой истории Очень много Если врать Те же самых Спартанцев Или римлян Что Один римлянин Против германца Конечно Он был намного Шуплее Меньше Но за счет Организации Дисциплины Они всегда Били германцев Всегда И он говорит Что в этом сила Последовательность Поощрение Наказания Очень Знакомая И близкая Тема И самое главное Вовлечение Людей Он использует Термин Моральный закон На самом деле Это вовлечение Людей Что он говорит Моральный закон Является причиной По которой Люди находятся В полном согласии Единений Своим правителем Тот Победит Чья армия Водушевлен Одним и тем же духом На всех своих уровнях Начиная от солдат До руководителя Генерала Две с половиной тысячи Лет тому назад А не сегодня Или последнее Как культивировать Он говорил Относись к солдатам Как своим детям И они повезут Последствия за тобой На самые страшнейшие Места на земле Вот такая простая мысль Которую мы пытались Довести Мы дали Кстати Купили всем эту книжку Чтобы они все почитали Проводили разборы И так далее И так далее Помогло ли их Поменять полностью Я думаю что нет Но Несло им немножко Сюмятицы в головах Что они начали Об этом задумываться Я думаю что да Это есть как раз таки Глобализация локального Китайского опыта Сюда показать Что не только что-то Абстрактно глобальное Есть конкретный опыт Причем очень древний опыт Который относится К нашу службу Это ничего нового В этом то что мы требуем Нет Так вот Это была вторая глава И третья глава Это Кровопотливая работа Каждый день Каждый час Нудно если хотите Вот Я говорил про процесс Постоянного совершенствования Несколько ключевых элементов Это и есть 5С Многие слышали про 5С Слышали да Я сейчас расскажу Ежедневные диалоги Немножко Анна про это Обговорила И проект Стремительного улучшения 5С Простая система Японская Которая об этом говорит Что надо Поддерживать порядок На рабочем месте Чтобы он был Безопасным И высокоэффективным Стартировка Содержать порядок Содержать чистоте Стандарт поддержания Все понятно Вот Но делать сложно На заводе Где я работаю Мы делали два раза Первый раз делали Как обычно делается И сдали приказ Что завтра Должны все работать По принципу 5С Вот Итог был понятен Что 5С Был только в кабинете директора Больше нигде Второй раз делали по умному Если кому-то интересно Потом расскажу Но Через использование Ченж агентов изменений По большому счету Как это делать Долго происходило И Основная мысль Здесь не сказана Основная мысль здесь Чтобы это происходило С силами своих Самих рабочих Вот пример Вот станок Шкода Есть приямок Ответственность людей Убирать после себя Удалять стружку Как здесь показано Вот Но Очень неудобно Стружка попадает Доставать сложно Вот идея сделать Покрыть Вот этой платформой Приямок И сделать специальный люк Для обслуживания Это была идея Самих рабочих Реализована Самими рабочими Чтобы их работа Была удобная Вот вопрос Как сделать так Чтобы они это делали Не по приказу А если ходить по зову души Ежедневные диалоги Об этом уже было сказано Каждый день Люди подают идеи Видите доска справа Это доска с идеями Вот очень много идей Обычно Это нормальная картина Очень много идей В части люди Это касается безопасности Люди подают Очень много идей По поводу безопасности Это хорошо Это здорово Вот И но Руководитель приходит Каждый день Обсуждая с ними И делает некие мероприятия Чтобы эти идеи Были претворены в жизнь Постоянно Каждый день Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова